Заплатил налоги, спи спокойно. Ученики девятых классов будут получать основы налоговых знаний. Сегодня книгу презентовали два министра, которые являются инициаторами издания такого пособия. На первом уроке о налогах побывали наши корреспонденты. Мы знаем все это выражение, высказывание, деньги не пахнут. А вот теперь Артём рассказал нам историю. Курс об обязательных платежах госказну девятиклассникам преподает учитель экономики. На открытом уроке школьники впервые открыли учебник основы налоговых знаний. Он состоит из четырех разделов, которые уместились на 128 страницах. Ребята должны понять, что можно спорить о количестве налогов, о размерах налоговых ставок. Но то, что государство не может обойтись без взымания налогов, они должны это понять. Учебник очень хороший, много всего познательного, то, что пригодится в жизни. Сколько нужно платить налоги, куда, зачем, что будет. Вот это все я хочу узнать, и чтобы в дальнейшей жизни мне это все помогло. О пошлинах сегодня школьникам рассказывают и сотрудники налоговой службы. Необходимость издания нового учебника специалисты объясняют безграмотностью современных бизнесменов. В основном грамотные бухгалтера, которые ведут предприятия, а директора иногда даже не знают, какие ставки, сколько они платят, какие сроки, уплаты. Специальный курс по налогам ведут в школах со следующего учебного года, пока налоговую грамоту изучают в лицеях с экономическим уклоном. Таких в Донецкой области 53, и они уже получили новый учебник. Идеологи налогового спецкурса – главы Министерства образования и доходов. Они надеются, что наука о наполнении госказны будет пользоваться спросом среди школьников. Я думаю, что много берут, потому что наше общество, как показывают все разрешения, все-таки больше схильно до гуманитарных, до гуманитарных профессий и до экономических профессий. Найбільш популярный по вступу в высшие навчальные заклады – это правознавство и экономика. Есть в подручных библиотеках. И мы сделали все для того, чтобы тот, кто желает, имел возможность учить и опоновать эти знания. Сейчас в Министерстве образования работают над электронной версией основ налоговых знаний, а также готовят пособия для 10-11 классов. Сумма, которую государство тратит на разработку и издание учебников о наполнении госказны, пока не оглашается. Алина Губицкая, Виктория Чистюхина, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.